Здравствуйте, с вами Павел Глазков. Даже с наступлением зимы путешествие гусей через наш город не прекращается. Около Ледового дворца остановился на отдых гусь-гуменник. По виду молодая птица. Скорее всего, она отстала от своей стаи и решила набраться сил у нас в Петербурге. Словно по расписанию, активное питание гусь чередует с отдыхом, на который отправляется в защищенное от ветра место. Чтобы не терять энергию, на холодном ветру время от времени даже щиплет траву лёжа. Я опасался, что птица раненая и не может летать. Но когда двое молодых людей направились к нашему арктическому густю, гусь уверенно встал на крыло и улетел. Возможно, уже и отдохнул. Петербургским фотографам удалось встретить красноголового королька. Это почти близнец хорошо нам знакомого королька желтоголового. Самой маленькой птички России и Европы. Её длина не превышает 9 сантиметров. При массе в среднем всего 5 граммов. Пернатых можно отличить по цвету шапочки. А красноголового королька легко узнать и по широким белым бровям. Ранее этот вид в Ленинградской области наблюдали лишь в 19 веке. И уже второй год подряд сразу несколько особей этих редчайших для наших широт птиц замечают в Петербурге. Нынешней осенью я с замиранием сердца ждал, появится ли на набережной Невы знаменитый орликин. Вон он, красавец, плавает. Если кто-то с ним ещё не знаком, разрешите представить утка-каменушка или орликин. За всю историю наблюдения за птицами, не только в Петербурге, но и на всём северо-западе России, это первый и единственный орликин, который гостит в наших широтах. По имеющимся научным данным, в Европу, в Польшу, каменушка залетела лишь однажды, почти 40 лет назад. Чаще всего зимует утка-орликин в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Гренландии и Северной Америке. А вот этот красавец уже седьмой год живёт в нашем городе. Мы начинаем его замечать только поздней осенью, когда утка переодевается в свой невероятный сезонный наряд. Ну а я и дальше буду внимательно следить за лесными новостями. Любите и берегите природу. С вами был Павел Глазков. До новых встреч!